всех приветствую на своем канале это видео плод посвящено эйвен моим запасом эйвен и вообще все что у меня есть эйвен я решила объединить в этом видео все что у меня есть вообще не только косметика но и вещи которые я покупала либо скорее всего покупала потому что в подарок по моему у них там ничего такого не шло в общем эйвен первый раз я наверное не то чтобы я занималась но первое что я купила когда-то давно я покупала и на сайте в интернете и через знакомых девчонок и у своей через свою тогдашнюю подружку она работала в доме творчества и через кого-то тоже заказывала эйвен еще до знакомства с ней но и в общем то что вчера у меня говорили писали точнее почему-то ваши комментарии воспринимаю как вот отдельные голоса ну по голосам я конечно не раскидываю но мне почему-то воспринимается во время стрима эти комментарии как будто разные люди говорят они печатают короче то что тогда мне говорили что я вот не занимаюсь больше эйвеном но как бы человеки ностальгируют поэтому я решила все это собрать все что мое то что я покупала то что мне дарили то что приходила в поменяшках и сегодня обозреть в общем я решила показать просто вот видавшие виды сланцы от эйвен я даже не знаю какого они года может быть кто-нибудь вот туда же цветочки уже рисунок стерся по вот этому виду поймет когда их вообще выпускали я не помню их помог рублей за 200 покупала не со мной ездили во все мои практически путешествия в душ я в них ходила и ванну деревне я их таскала здесь просто шастаю в душу или ванну я в них до сих пор хожу даже в квартире но когда пойду мыться или просто ванной полежать вот они до сих пор живы которые мне приходили в и фраше в подарок когда 2011 году только стала заниматься и фраше они мне развалились меньше чем за месяц при том что всегда вроде как казалось что вот эйвен как-то но чуть ниже и фраше вот в этом плане это очень классная вещь у меня есть замечательная пары от эйвен тоже не знаю какого года у меня есть автопортрет в трех видах на яндекс-фотках не знаю если вконтакте если интересно просто загуглите этот мой ник от от айва фаревр литературный псевдоним и увидите там я в паре вроде называется или просто пары этот альбом вот такое замечательное я в нем ходила на пляж и ездила еще когда общалась женькой на корегу классная общем пара мне очень нравится да и положу у меня есть платье эйвен которые у меня возможно даже есть отдельный обзор на канале этого платья ну в общем я покупала по-моему за 1600 тогда может быть под скидкой представителя но мне выходило чуть дешевле может быть она выходила 1500 или 1400 но самое интересное где-то через год ты или ну да наверно где-то через год или может чуть меньше в распродаже я его увидела уже за 900 рублей единственное что у меня отвалилась а тут было две таких бусинки это застежка и в общем они у меня отвалились а тут от руки вручную пришила ну люди в своем репертуале такими бледно-розовыми нитками не черными бледно-розовыми прижила в общем эту пуговку это вискозное платье очень классная черная легкая конечно но слегка мята либо висела в шкафу я его уже давно не носила но мне она очень нравится если у вас допустим скажем так если девушка и вас небольшая грудь то вы можете даже не носить никакой речек вот прямо поверх пушки и очень тело на голое тело и в общем очень классно но будет и она не прозрачная но ничего не просвечивает в этом плане хоть оно такое легкое вискозное но так вот на него смотрю как бы видно окно но если вы будете слегка сверху без нижнего белья без верхнего нижнего белья скажем так то ничего такого не будет просвечивать но и вот одна бусинка у меня укатилась отвалилась я ее так и не нашла и осталась тут только одна вот такая алла розовая примерно под свет моих ногтей этот ноготь сегодня у меня раза четыре смазывался я и из-за него откладывала видео ждала когда же он за сохнет а он гад ползучий такой так и не желал в общем вот такое замечательное платье и к нему был вот такой не менее замечательный пояс но я носила и без пояса и с поясом и пояс как бы в принципе платье само по себе и без пояса нормального здесь у меня правда он уже распутывается но я его как бы особо и не носила но я думаю здесь можно завязать при желании тоже как-то вязочкой и он сам по себе гармонировал с пуговками вот я поняла вот это желтая вторая наверное было вот этот акцент вот здесь вот сейчас скажу на каком плече получается так так наверно в общем на левом плече вот такой акцент этих бусинок и сам пояс они как бы сочетались вместе с тобой и принципе создавались неплохой образ и я тогда искала какой-нибудь платье у них чаще встречаются вообще во всех этих каталожках какая-нибудь синтетика конкретно а тут именно что сто процентов из козы мне очень понравилось и тогда даже не раздумывая заказала его все у меня есть такой замечательный платочек и он я тогда заказывала через ученик бывшую ученицу своей тети она у меня преподаватель русского литературы школе эйвана и вот я тогда очень хотела вот этот платочек эйвана со знаками зодиака и у меня видео на канале про мистику если вам интересно то можете посмотреть прийти по ссылке ссылку оставлю в инфобоксе есть вот как раз этот платочек и я его использую как скатер я его носила у меня даже был кошелек из этой серии тоже такой большой с кучей отделений эйвановский зодиакальными знаками и он мне тоже вот кстати очень долго жил этот кошелек хотя был совершенно не кожаный какой-то ну обычный как бы ну в том плане что вот именно такой вот из эйванов но мне очень он нравился и вот это тоже вот тут дырочка тут что-то ну тут полиэстер стопроцентный эйван но вот этот цвет такой фиолетовый само сочетание мне очень нравится это то что у меня есть из вещей эйвана сейчас я перейду к непосредственному обзору косметики хотя у меня есть одна можно так сказать открыточку которую я так и не успела в свое время когда занималась эйвана кому-нибудь подарить на 8 марта у меня там было несколько открыточек а вот одна не ушла это у нас эйван больше чем красота вот такая замечательная открыточка 8 марта но 8 марта нам еще только предстоит в этом году и я думаю что кому-нибудь я возможно ее вложу в подарочек я не помню по-моему они тогда приходили за заказ там порублю или как-то так и пожалуй я наверное начну с тех маленьких вещей которые у меня есть от разных людей вот эта замечательная водичка и мари эйвана мне в общем пришла не то чтобы по моему она все таки пришла мне в поменяшки потому что я помню алена у меня выиграла первый мой конкурс на канале тогда у меня было два вы победителя одному я посылала делала заказ одной девочки из грин мамы еще старого сайта из своего кабинета а алена получила подарок там какой-то конкретный я собирала специально для конкурса и в общем она мне прислала присылала тогда посылку в ответ на этот кон ну на мой конкурс ответную посылку стать единственный человек то вот мне так делал было неожиданно и очень приятно на самом деле и потом мы с ней менялись я привозила из белоруссии кажется свечку такую и что-то еще это посылала просто чтобы одну свечку пока надоел помнется и по моему мы с ней делали обмены вот я тогда выбрала вот эту водичку мне очень хотелось она то ли на нее скидки не было тогда в каталоге то ли меня жаба душила то ли я ее не всегда видела в общем а я даже не знал как она пахнет и просто вот нравилось вот там описание самой узнаете как вот не знаю можно сравнить с музыкой раньше вот у меня была коллекция всяких кассет и вот назад от нее благополучно избавилась на авито там выложила объявление и ну за символическую плату большую часть у меня мужчина из питера забрал и такую огромную коробку посылала на пусть и еле доперла и вот раньше я покупала допустим он ну даже диски музыку вот power metal там симфометал финский метал вот это мелодик металл все такое вот если мне нравится картинка значит мне нравится музыка и также тут вот мне понравилось очень вот это вот сам дизайнер дизайн флакончика извиняюсь оговорилась и вызвала дизайнеров и в общем 50 миллилитров я выбрала его алены она мне прислала он так как вы вот если вы не знаете как пахнет я всегда у меня часто плохо с объяснением чтоб меня поняли ну для кого-то он наверное тяжелый на какое-то определенное время года возможно даже на жару на лето его бы не возьмешь потому что он наверно будет тяжелым мне кажется все таки на холодное время года я его сейчас открыла я очень рада что я его открыла и очень рада что мне попросили обзор этого эйвана потому что иначе помню стоял стоял я бы забыла что-то меня конечно я уже забыла на тот момент что у меня есть такие замечательные духи и я сегодня вот собираюсь куда-нибудь прогуляться хотя у нас дикий самой самой если верить нашему японисту это холодно японском короче в общем я ими подушусь перед выходом очень классные духи у алены о был канал насколько мне известно на его пару раз закрывала и кажется переименовалась я не знаю как она сейчас называется поэтому к сожалению не могу оставить ссылку на ее канал но есть ли что вот очень классные видео были я конечно не была ее поклонницей но какие-то видео я смотрела мне не нравились и у меня куча было видео ее в закладках и вот тот момент когда ты ставишь закладки на какое-то видео человек закрывает канал и вот когда она закрыла канала я примерно в тот момент решила посмотреть ее видео уже их не было вот такая замечательная маска и вам я ее пару раз пользовала на самом деле у меня вообще сейчас три маски разных фирм и фрошей green мама и even точнее даже четыре маски получать потому что еще одна есть и я стараюсь и как-то пользовать тому что в одной ивановской которые позже перейду в этом видео уже в июле закончится срок вот это у нас сейчас я узнаю 17 до февраля девятнадцатого года я ее еще успею использовать еще у меня есть и фрошейска и гринамовская до апреля которую тоже бы надо постараться использовать она у меня год стояла так вот они вообще я периодически вспоминаю что у меня есть маска и надо бы это не как бы удобрить кожу но у меня стабильно не как-то под носом лежат есть не просят я про них забываю в общем это иван начал для лица сияние лепестки розы маска для лица 75 миллилитров хорошая маска практически еще не не юзаная ну и мне она пришла по моему в первой или во второй на ранних каких-то поменяшках насти зарезкой когда она узнала что вот мне нравится роза там у меня какая-то поменяшка с ней было практически полностью от средства для тела лица и прочего вот эти косметические они были с розой ссылку на настин канал я оставлю в инфобоксе проходите подписывайтесь замечательная девочка если вы любите поменяшки ну вот кто-то мне писал несколько человек в разное время я просто перестала что заниматься заниматься поменяшками у меня все что нужно у меня есть что-то вот чего я хочу я даже не знаю и как бы меня просто нечем меняться и ну не меняться же тем что мне подарили да и она у меня стоит запасов как бы дурной тонну и как бы подарок поэтому вот чтобы что-то покупать специально чтобы с кем-то обменяться впрок и я как-то ну мне кажется сейчас это как-то вот меня этим отпустила мне это сейчас уже не нужно а если вы хотите поменяться у вас там все что-то накопилось и не знаете с кем то на тело тот самый человек с которым стоит поменяться она любит это дело у него очень много обзоров вот этих поменяшек в общем ссылка будет в инфобоксе и кстати я сейчас собираю монетку на покупку графического планшета для работы и если допустим в общем скажем так я хотела сначала другой планшет но мне пообещали скидку если я закажу в конкретном магазине чуть помощнее той же марки графический планшет короче он стоит 29 тысяч и сейчас мне не хватает 27 если кто-нибудь из вас решит немножко поддержать меня допустим даже 100 рублей это на много ну как бы может не сразу и может не намного но приблизит меня к моей цели информацию ссылку на донат я оставлю в инфобоксе на всякий случай вам большое спасибо но и перехожу дальше вот это у меня уже от аленки три туалетки разных разные года время дарены и насколько я поняла не все три у нее были в пользовании но они или не понравились или в общем стояли и как-то без дела на решила мне подарить по-моему это одна из первых которая нам не подарила это у нас если я сейчас найду название вообще не трог уже прошел в шестнадцатом году первого февраля бы прошел прошел уже так это у нас рейр даймонд я думаю что кстати сделано в россии я думаю что это бриллиантовый какой-то рейр и он я уже не помню как он пахнет а слушайте он так нежненько пахнет аленка мне тогда говорила что вся эта серия рейр была какая-то такая как бы бабушкина в общем ну для тех кому за очень много лет и как бы ну в общем не молодежная но я сейчас нюхо она пахнет такой нежной тонкой ванилью ничего и не пользую в общем благодаря этому видео я даже про нее вспомнил и вот тут такой замечательный пачок на этом флакончик и вообще такой очень хороший красивый флакончик как бы я думаю что конечно пластик но такой выглядит как действительно как бриллиантик в общем вот такая водичка не знаю снятость она или нет но в принципе неплохая да ссылку на канал аленки я тоже оставлю в инфобоксе и если что если вы еще не подписались то проходите и подписывайтесь она очень хочет набрать большое количество подписчиков это я какая-то совершенно практически без амбиции мне ну не то чтобы все равно я могу снимать видео и для одного человека и могу для 5000 сколько у меня сейчас это у нас сенсы сэнд 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 извиняюсь оговорилась романтик букет я не очень поняла что тут такое но по-моему тут есть ванилька и вот я последнее время его усиленно пользую я его пользую чисто для романтизации комнаты я его пользую просто так дома для себя я его пользую на выход на улицу магазин еще куда-нибудь на мероприятия в общем он мне понравился он у нас сделан 12 апреля 2016 года в общем еще дофига едет и туалетная я снова забыла это парфюмерная вода или туалетная вода мне объясняли какой из меня бьюти блогер блин я этого не помню просто забывают он для меня как разница в сухом виде или хотелось сказать мокром или там в этом сладком кислому по тому подобное не разбирайся в этом в общем ну и вот такая еще водичка это у нас вариация пурбланки шарм я вчера ее буквально прыскала чтобы понять аромат ну что по-моему я ее пару раз от силы только пользовалась чисто понюхать как я наверное сейчас уже не буду прыскать потому что я насколько все знаю не знаю как у вас но у меня если несколько духов на себя выливают даже чисто на затез потом начинает болеть голова все это смешивается и я просто думаю если вам интересно вы можете посмотреть каталогах его на ее описание ну конечно это не классический вариант но вот из всех духов его я очень люблю несколько вот которые у меня практически все есть бурбланка потом сами рвать классический голубой еще парижский шик парижян шик и у них раньше очень давно был я даже тогда он похож был на ирис нуар и фрешевский это нэл мэджик я помню тогда еще что-то у меня совсем было мало денег я была студентом как обычно бедные стученты я копила и я очень хотела эти духи я потом результате их купила не очень классные были долго держались его жалко что их сняли это не знаю когда их сняли потому что давно было в общем вот такие духи и туалетная вода и еще у меня есть и подарок от подписчицы люди которая вот сегодня мне написала вконтакте и и сказала что послала мне что-то на день дожденья очень приятный неожиданный сюрприз как она мне говорила что что-то собирает а посылать но вот одно дело говорить другое дело написать что уже послала и вот не очень приятно спасибо тебе лёля если смотришь меня и этот видос так сказать привет тебе маска которую я вот начала недавно вчера буквально открыла и и начала с удовольствием пользоваться вот меня спрашивали еще видео мои фавориты ли мои хотелки ливан то чтобы мне хотелось то что мне понравилось то что могу посоветовать вот я ее советую на мне очень шикарно так нравится я и тогда даже попросила ее ну мне было дико неудобно мне уже вчера сказали что у меня совершенно нет амбиций что амбиций бьюти блогеру или вообще блогеру на youtube нужны у меня они как-то не развиты в этом плане в общем она тогда мне просто спросил что мне нравится время я сказал что она мне очень нравится вот эта маска не ожидало что на мне действительно ее про потому что это было очень приятно но одно дело сказать как там не совесть не позволяет неудобно и так я вот скажу человеку я хочу вот эту вещь да мне кажется это как-то на глаз в общем но и она мне там не так вот 여7 не удобно чем-то там про неудобно его общем не удобно спать на потолке вот это вот самое не удобно нельзя как то это неудобно может быть надо как-то быть понагрея я не знаю В общем, потому что некоторые вот в той же трансляции вчерашней меня вот снова заколебали эти школьники или не школьники, кто это писал с этими приветами, которые, ну, я сначала вроде как читаю, но я уже пришла к выводу, что сколько бы я ни говорила, это бесполезняк, надо просто игнорить. В следующей трансляции, если кто-нибудь мне напишет, передать привет какой-нибудь Марии Ванне или попросит с кем-то его помирить, то я буду это игнорить. Уж извините, но цирк такой делать что-то мне не хочется. Короче, вот Эйвен Планета Спай, русская баня с экстрактами сибирской сосны и эвкалипта, ухаживающая маска для волос, 200 мл. Когда я ее первый раз увидела, она мне пришла вообще в подарок тогда, за один из первых моих заказов Эйвен по каким-то баллам. У меня тогда была, по-моему, для лица маска и вот это вот, для волос. Я думала, что вот у меня жирные волосы, она, наверное, увлажняющая, и у меня, скорее всего, она не пойдет, но она такая шикарная. Вот видео, вот вчера я была вот в этом стриме, в своем этом, была вот с этими волосами, и вчера я мыла голову одним шампунем, он потом будет в пустых баночках. Я сейчас немножко как бы, ну, разнообразие делаю. Я не говорю, что вот там какие-то у меня шампуни стоят, все, которые у меня сейчас есть, они очень классные шампуни, но просто вот у меня волосы иногда привыкают, хочется как-то разнообразия. И я использовала шампунь один вот с этой маской. Тот шампунь просто, я не помню название, поэтому не говорю тот шампунь. Он действительно требует после себя нанесения какого-то бальзама или маски, хотя он очень хорошо промывает волосы и залечивает мои ранки на голове, которые оставляет мой кот, которого сейчас что-то не видно. Вчера, кстати, когда вот девочка писала, что кота так и не показали, я подозреваю, что она пришла позже на стрим под самый конец. Кот на самом деле был в комнате, он лежал где-то в районе кровати, точнее на кровати, в районе подушек, но он, как я так поняла, когда я снимаю стрим или что-то такое монтирую, он почему-то всегда в этом месте дрыкнет, так незаметно проходит, пшик. В общем, очень классная маска. Я, наверное, пятую или шестую вот такую баночку уже пользую. Возможно, мне Аленка такую дарила, не помню, но вот я несколько раз ее сама потом заказывала в Эйвен. Очень классная, неважно, какого типа у вас волосы, тонкие, толстые, жидкие, густые, сухие, жирные или там нормальные, я думаю, она подойдет для всех типов волос. Она вот такая вот. Она очень экономичная, очень классный, приятный аромат. Она такая зелененькая. Но я ее использую и как маску, и просто как бальзам на волосы наношу и держу там минуты 2 или 3. В общем, очень классный, шикарный эффект. Волосы пышные, нежные, мягкие, влажненные, не знаю даже, как сказать, но, в общем, шикарные волосы. И даже вот к вечеру они все еще не теряют там свой объем или там какой-то вид свой чистый. В общем, очень классная маска. Спасибо Эйвен за такую маску и спасибо Лёльке за то, что прислала. Выполнила мое маленькое желание. Если я не путаю, ну, я посмотрела, пооткрывала эти пены, я поняла, что вот она все-таки. Вот у меня такая закончилась, она будет в пустых баночках. А эту мне прислала Лёлька. Это Эйвен ароматная роза с экстрактом розы. Пена для вам 500 мл. В общем, я вообще люблю такие пены Эйвен. Не только вот именно с розой, а именно вот в таких флакончиках я вам советую. Просто вот рекламу, просто вот шик-блеск. Самая классная, шикарная пена Эйвен. Вообще, самая шикарная пена для Ван. И у меня вот ее запас был. У меня еще там два флакончика чисто из моих покупок еще стоит. Конечно, я их покажу в видео. В общем, надо буквально половинку вот этого вот, деления. Можно даже целое деление пены будет просто дофига. Очень дофига. Она долго держится. Даже еще из ванной, вот я минут 5-15-10 лежу, вышел из ванной, окачиваешь ванну, пены еще очень-очень много остается. В общем, очень классная. И, кстати, что хочу сказать. Кожу она совершенно не сушит. Я вот когда эти ванны с пеной Эйвен ароматской принимаю, я потом мне не на, никаким молочком, маслом, чем-то еще увлажнять свои. Конечности верхние, нижние, свою кожу, короче, тело. В общем, очень-очень шикарная, классная пена. Я не помню, сколько она сейчас стоит, но я думаю, что она стоит своих денег. В общем, покупайте, не пожалеете. Вот эту водичку, я просто сказала, что я ее хочу. Это, не знаю, как это назвать, наглость, не наглость. Ну, возможно, я как-то раскрепостилась и сказала, что я это хочу. Возможно, меня там, не знаю, как это вот. Может, я раньше как-то по-другому на это реагировала и говорила, что я вот это хочу. Ну, может, это связано с воспитанием, и не знаю, как это вот. Почему у меня нет таких таких амбиций или какого-то такой наглости? Ну, короче, ну, мне кажется, что это наглость. Вы мне там промойте мозги в комментах, если вы так не считаете. Это Эйвен Саммер Вайт Парадис. Она, короче, была в каталогах, когда я ее хотела заказать. Я еще как бы думала, что я еще представитель Эйвен, но Эйвен меня почему-то забанили. И в результате, конечно, я не смогла ее заказать, хотя у нас уже тогда я еще хотела протестить и описать видео, ну, и порекламить в Угличе, что можно, допустим, делать доставку в связной или в Евросеть и забирать заказ уже там, а не на почте Эйвен. Ну, вот, не сложилось у меня с Эйвен в этом плане. И вот мне такую водичку замечательную прислала Лёдька. Да стоит тоже большое спасибо. А еще вот, ну, понятно, что я его пользуюсь, да. Мне такой гель дарила Аленка, по-моему, на день рождения, на 8 марта, ну, в общем, на какой-то праздник. И она тоже, видать, хорошо меня знает. Не зря 15 лет общаемся, да. В общем, она изучила мои вот эти предпочтения в ароматах. И тут, вот, слушайте, это Ифрашемский Ирис Нуар по запаху. Вообще шикарно. Это у нас Эйвен Сенсенс, парфюмерная коллекция. Нежная любовь Парижа с ароматом розы, риса и нотка ментаря. Гель для душа, крем-гель для душа, вдохновлен парфюмерией. В общем, когда меня спрашивали, там, про какой-нибудь гель, я Лерке сказала, что мне очень нравится такой гель. Я еще и написала, что вот такой вот гель, она потом по описанию как-то поняла. Ну, вот, у меня такой гель, я его периодически пользуюсь. Вот у меня сегодня закончился один на фрошетке, который будет потом в пустых баночках. Как гель от Ирки, по-моему, в последней ее посылке. Ирка, которая ко мне приезжала, это подписчица. Точнее, зрительница, ибо у нее нет аккаунта на YouTube. Это у нас крем-гель для душа, нежная любовь Парижа. Я не помню, сушит ли он кожу, но у него такой аромат. Он, этот аромат остается еще надолго на губке. Я так кайфую от этого аромата. Если вы любите вот ароматы типа Ирис Нуар и Фрашевский, там, допустим, Суэликсир, Буачи, Вотатан, он тоже сочетает в себе нотки самого классического Эликсира и Фрашевского, потом Ириса Нуара и Ванильки. То вот это вот, вам это надо. И да, вот он, я на что раньше не очень любила сенсовские эвенгели, вот именно такого формата. Вот этот очень хорошо пенится. И он такой вот, он хоть вроде какой-то такой густенький, но он действительно капает, и он действительно хорошо пенится. Во-первых, я от него в восторге, в большом. Судя по всему, видео обещают быть длинным, и возможно придется дозаписывать его, потому что батареи что-то осталось мало. В общем, маска, про которую я говорила, которую я то пользую, то нет. Первый раз я с этой маской познакомилась, мне не то чтобы подарила, но, можно сказать, отдала свою маску подружка. Она сказала, что боялась, что у нее срок годности закончится, и она просто вообще сама по себе по консистенции будет другая. Даже не то чтобы срок годности, потому что тут нет вот этого значка, что после вскрытия столько-то месяцев. И она мне тогда понравилась, после чего я, когда уже как раз стала заниматься Эйвен, я заказала себе, это Эйвен Планета Спани, произойденное питание с маслом африканского дерева ши, питательная маска для лица, 75 мл. И тут на 10 минут нанести, ну и потом смыть. Слушайте, такая кожа потом классная становится. В общем, я не знаю, есть она в Эйвен или нет, но я вам такую маску советую, очень классная вещь. Мне вообще, в принципе, вот то, что я в Эйвен Планета Спа пробовала, те немногие продукты, которые я пробовала, мне очень нравились. Так, у меня тут, конечно, много духов. У меня весь прубник остался, за какой-то заказ приходил. Это Альфа для него, туалетная вода. Ну, мне кажется, знаете, все мужские туалетные воды Вейвен на одно лицо. А мне вообще нравятся, они сексовые такие ароматы, мужские туалетные воды тоже. У меня одно время даже стоял и фрашерский зеленый эвиденс, эвиденс мужской. Но у меня потом сестра попросила своему благоверному, одна из сестер. И я отдала, просто потому, что он у меня стоял, как бы, я там пару раз в год спрыснусь, а тут человек, как бы, без духов остался. У меня есть еще такой маленький пробник. Нашелся в закромах родины. Эйвен, тут 85 или 58 нарисовано. Бронза, что-то такое. Я думаю, может, этой помады даже уже и нету. Потому что сейчас там все это заменилось марком. Вот такая вот, я, конечно, сделаю сводч. Кстати, прикольная, можно сегодня ее доюзать. И попробую показать на своей загорелой руке. По-моему, сейчас слегка подтемняло. У меня вообще где-то около 4 часов дня. Но я стабильно пытаюсь лицом к окну сниматься сегодня. Я специально даже это планировала именно днем записать, перед уходом на улицу. В общем, вот эта помада мне приходила в подарок. За заказ это Эвтра Ласт. Ластинг или что-то такое. Эйвен. Номер тут у нас, я, наверное, уже не скажу. Тоталитарный, что-то там. Тоталитарный, полноценный. У меня открытые еще. Ну, я ее где-то на... Сейчас скажу, наверное, где-то на половину я ее истратила. Она такая практически... Ну, не то, что нейтрального цвета. Ну, вот если вы накраситесь, и у вас не будет ничего на лицо другого, то можно сказать, что у вас естественный макияж практически. Хотя вот так, если посмотреть, то она ближе к коричнево-красному, но примерно того же, такого же примерно оттенка, той же среды, то, что вот этот пробник. Она хорошо ложится на губы. Я не припомню, чтобы она скатывалась в какую-нибудь полоску. В общем, она мне нравится. Не знаю, если она еще 10 в Эйвен, то я вам такой серии помады советую. Сижу рекламу Эйвен, которым уже не занимаюсь. Вот эти духи, про которые я говорила, я тогда их заказала. Они были на картинке на сиреневом фоне. Мне показалось, что они будут сиреневые по кончикам. Они пришли вот такие. Они без дозатора. Ну, просто вот так вот на пальчик. И они мне напоминают один из эфрашерских эликсиров. Я помню, когда делала обзор этих духов, еще сказала, что если, допустим, тогда, по-моему, какие-то санкции вводили, только-только, что ли, начинали, или как-то так, или уже были эти санкции, я сказала, что если, допустим, эфрашения будут в России, поставляться ли как-то так, ну, суть такая, что можно найти варианты по аромату в Эйвен. Менее дорогие и, в принципе, не менее стойкие. Кстати, очень стойкие, хорошие, мне нравится. Долго держатся вообще. Так, вот это, которую я очень долго юлова, до такого состояния до юлова, потом забыла, а вот оно у меня стоит. Эйвен Прима. Держится 8 часов. По-моему, это туалетная вода, или парфюмерная ЕДП. Ну, короче, какая-то там вода. Но держится она действительно 8 часов, как было заявлено в каталоге, и она очень напоминает эфрашерский эвиденс. У меня еще был, по-моему, лосьон для тела, но, по-моему, он закончился. Вот это самые первые, одни из первых Пурбланка Эйвен. Им лет, наверное, 15, уже или 16, если не больше. Вот не поверите, у них аромат до сих пор не испортился. Точно такой же, все та же Пурбланка. Очень классная, мои самые, наверное, первые любимые духи в Эйвен. Вот эта вот Пурбланка классическая была. Вот она. Так, вот это аромат солнца, я его позвала. У меня, наверное, рекомендую, есть отдых на него. И если вам интересно, напишите в комменты, я постараюсь на ссылку скинуть вам. Это Эйвен Месмирайс Блэк. Очень классный. Удобно держать в руке. И он, ну, может, тут одна треть уже осталась, когда я его приобрела, я его очень усиленно пользовала. В какой-то момент я хотела его отдать Аленке, потому что она мне говорила, что ей нравится Месмирайс Блэк. Но она говорила меня оставить себе, и в результате он так и остался. Он с такой, наверное, ближе к Эммаре, с такой немножко перчинкой, восточный, тёплый аромат, именно вот на зимнее время года, на холодное. Ну, вот похож что-то вот на него. Но первое время, когда я пользовала, я не чувствовала там вот этой перчинки. Потом я её почувствовала, он что-то не пошёл у меня. И вот через какое-то время, я, может, месяца три назад его открыла, я поняла, что он, в принципе, всё ещё мне нравится. Потом, вот эту туалетку я очень хотела приобрести. В результате я её приобрела, я не помню. Я её в наборе приобретала. Она часто тогда шла с каким-то лосьоном, или без него. Ну, в общем, это Эйван Лав. Вода-то туалетная. Туалетная вода. И она отдаёт вроде как и мандаринкой, и вроде как ванилькой. И я её периодически усиленно юзаю, но она, по-моему, не очень стойкая. Максимум на 2-3 часа. И надо обновлять. Вот я за это заторопилась. Поняла, что надо как-то, ой, падает, вписаться в этот обзор, чтобы всё-таки было в одно время записано. В общем, вот такая. Вот дальше у меня сейчас пойдёт 3 вот этих Саммера. По-моему, их всё-таки я покупала сама. Но если я что путаю, то простите меня, пожалуйста. И если вы знаете, что мне их кто-то дарил или присылал по меня, просто напишите в каменах, напомните. В общем, это Эйвансен Саммер Вайт Бридж, скорее всего, наверное, или Брайт. Хрен его знает. Зелёненький такой. Я не помню, как он пахнет. Я уже не буду нюхать, у меня всё перенюхалось тут. Ну, в общем, я помню, что он мне нравится. Хотя я его совсем немножко пользовала. Вот этот мне вот точно помню, что его, кажется, всё-таки присылали мне в поменяшках каких-то ещё до того, как я стала снимать видео обзоров на YouTube. Это Саммер Вайт Санрайз. И он мне нравился. Но потом я что-то про него забыла. Да. Чего я сейчас открываю всё равно, уже у меня всем это тут перебилось. Вот этот мне вообще очень нравится. Саммер Вайт классический. От Эйвен. И он у меня, наверное, пятый или шестой филакон вообще за всю мою жизнь. Он похож для меня на Натюрель от Ифраши. Он похож на Лайт Блю Блю Лайт от Дольче Габбаны. Он похож на русский, я не помню, фирму Духи Лайт Кокаин. Один в один практически. Очень классная. Вот вообще. Я помню, у меня даже какое-то время было все четыре варианта вот этих духов, что я перечислила по ароматам. Нежный, лёгкий, классный, вообще офигительный аромат. Мне кажется, он даже на любое время года. Так, как, допустим, Ифрашевские Духи, Цветочная Риска. Это у нас Фэм Эйвен. Мне кажется, был или крем для тела, или крем для рук, или какой-то суфле. И я такие дарила, помню, на какой-то день рождения в наборе Аленке. Та, которая, собственно, в общем, сначала он у меня пошёл, потом он у меня не пошёл. Потом ничего такой. В общем, периодически я про него вспоминаю, я им пользуюсь. Я ничего не могу сказать про стойкость, потому что я очень редко им пользуюсь, но, по-моему, он всё-таки поболее стойкий, чем, допустим, Эйвен Лав. Ну и у меня тут остались уже такие уходовые, можно сказать, средства. Это Эйвен Кэр розовый жасмин, лосьон для тела с ароматом жасмина и витамином Е, увлажняющий для нормальной сухой кожи, 400 мл. Он у меня долго стоял. Один из первых, наверное, заказов я тогда делала в Эйвен, его оказала. И он, по-моему, уже давно снят, из Эйвена с ним, можно так сказать. И я сначала хотела его кому-то подарить, потом отправить в поменяшках. В результате я его оставила себе, открыла, понюхала, мне так понравилось, и оставила его себе. Я его периодически пользовала. И сейчас тоже периодически пользую, но так как у меня вот в этом году заканчивается несколько средств для тела, Аленка Дарилов Аберликовский, вот дико так пахнет вообще, не знаю, как вообще его доюзать до апреля, срок у него годности, молочко для тела, потом еще какое-то, и фрашерской крем у меня есть, две штуки, один даже еще не открытый. И вот это вот, то я как-то стараюсь сейчас доделать то, что, допустим, быстрее закончится. Срок годности у него до 10 декабря этого года. Он сделан как раз в 15-м году, 16, 17, 18. Ну, я думаю, что, я надеюсь, что я его заделаю до конца срока. Год еще только начался, можно так сказать. Но он мне очень нравится, он очень классный. Хорошо впитывается, нет, не скользит там по коже ничего. Можно, допустим, помазать тело, взять телефон и ничего. Никто никуда не отвалится. Хорошо увлажняет, очень классный аромат, вообще шикарно. Ну и, в общем, у меня видно, что она поюзанная немножко. Это пена Eivon. По-моему, у меня уже второй такой флакон за все мое пользование. Eivon это Eivon нежные лепестки розы, пена для ванн, 500 мл. До чувствительной кожи. Ну, что хочу сказать. Опять свои восторги. То же самое, что про эту пену. Шикарная, классная пена. Если вы любите аромат розы, я люблю аромат розы, то вообще вам ее советую. Если она еще есть в Eivon, то берите, особенно, если она будет по какой-нибудь распродаже. Даже если она не будет ни по какой-нибудь распродаже, тоже берите. Классная вещь. Потом, вот этих у меня было два флакона. Какой-то у меня был в пустых баночках. Я его, кстати, Pena Eivon можно даже использовать как гель для душа. Они так шикарно пенятся и хорошо промоют вашу тушку. Короче, это пион и гранат Pena Eivon. Пена для ванн, 500 мл. Очень классный аромат. Я вот не помню, она у меня вскрыта или нет. Она тоже запечатанная. В общем, я ее еще не вскрывала. В общем, такой классный вообще. Я балдею. Ну, наверное, многие уже поняли, что я люблю розу, пион, вот все, что с розой связано. Они еще, главное, такие густые. Я даже не знаю, у меня слов нет, как это описать, этот лакторг. И вот еще, вот я покупала тогда сама, насколько я помню, это последний, наверное, мой заказ, там и Ивановский был. Про запасы я купила. Сенсос отшелушивающий, пробуждающий, цитрусовый заряд, скраб для тела, 200 мл с витамином Е. Это уже, наверное, не знаю, пятый или тоже, дофига этих флаконов было. Пятый, может шестой, может четвертый, ну, точно не помню. Он нежно скрабирует кожу, если вы хотите какую-то так вот, наждачную бумагу, вот это не тот вариант. Его можно пользоваться каждый день. Он такой офигительный. И ароматы, консистенции вообще. В общем, не знаю, вот это, наверное, один из моих фаворитов Эйвен. Возможно, были еще какие-то фавориты Эйвена. У меня их тут нет, и я просто про них забыла. Ну, если я вспомню, то я, может быть, напишу где-нибудь в комментариях. Ну, по-моему, вот это все. А, да, еще мне очень нравилось из планеты СПА. Белая такая пенка для умывания, 100 мл, или 150 мл. Я не помню, как она называлась, с солями мертвого моря, или еще что-то. Я такую еще Аленке дарила, но она очень классная. по-моему, и хорошо смывала макияж, учитывая, вот еще у меня только губы, да. Бывают иногда такие термоядерные блески или помады, что фиг смываешь. Хорошо ей было умываться, она не стягивала кожу, кажется, но, в общем, она мне очень нравилась. Вот, допустим, если мне покажут каталог с картинками вот этого планеты СПА, то я вам ее просто откну носом и покажу, что вот, ну, или скриншот скину, или сделаю там, напишу ссылку, то я ее чисто вот по картинке я ее узнаю, но как она называлась конкретно, я не помню. Спасибо тем, кто вчера участвовал в стриме, мне было очень приятно с вами общаться практически в живую, в живом виде. Если вам не сложно и хотите, допустим, получать, ну, уведомления или просто знать от что-то, о каких-то моих мыслях, моих желаниях, там, о моих планах относительно видео на канале, то можете подписаться на мою страницу ВКонтакте, посвященную каналу. Сейчас там 134 человека, включая меня. Всем спасибо до просмотра и до новых встреч. Пока!